Ну что ж, уважаемые коллеги, здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию таких небольших обзорных семинаров, вебинаров, которые посвящены работе в экосистеме Microsoft Project. И я вижу, подключаются к нам участники. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли нас видно, слышно. Ну а я пока расскажу о вводных вопросах. Меня зовут Павлова Елена, я преподаватель учебного центра специалист по направлению управления проектами. Курсы веду как связанные с методологией управления проектами, так и по работе, собственно, с инструментом, который Microsoft предлагает для частичной автоматизации проектного управления. Это Microsoft Project. Являюсь тренером корпорации Microsoft, сертифицированным тренером по этому продукту. И обладаю сертификацией Project Management Professional. Около 15 лет опыта работы с проектами, работы с проектами и работы, собственно, с этим инструментом, с проектом. Начинала работать еще с 98-й версии, тогда, когда это был еще такой старенький, древненький интерфейс. Ограниченные возможности, допустим, совместной работы над проектами, вывода на печать, экспорта в какие-то другие приложения и так далее, и так далее. Ну и сейчас мы говорим уже про 16-ю версию. Тема нашего сегодняшнего семинара «Запрос и согласование ресурсов» в Project Server 2016. Ну и из всей экосистемы Microsoft Project нас будет интересовать сегодня именно корпоративная среда, корпоративная информационная система управления проектами. То есть в меньшей степени мы будем касаться работы в настольном приложении, в десктопе. И больше будем говорить про сценарии совместной работы. Ну и, собственно, вот эта возможность запроса согласования ресурсов, она появилась впервые только в 2016-й версии. И относится, пожалуй, к, ну, наверное, основным новинкам, основным преобразованиям. Если посмотреть на официальный портал TechNet, на то, что декларируется как новости при работе с 16-й версией Project Server, то ресурс энджейджмент – это то, что раскручивается, рекламируется, то, про что говорят, потому что давным-давно ожидали этот функционал, в том числе компании, которые внедряют, разворачивают у себя вот эту сетевую версию. Им приходилось обращаться к системным интеграторам с запросом на то, чтобы как-то отдельным образом разработали эти сценарии, вот этого согласования ресурсов. Ну вот сейчас это штатно. Из прочих новинок, которые касаются работы в 16-й версии, ну, скорее всего, все это будет интересно администраторам сервера. Это и вопрос того, что в инсталляционном пакете сливаются там SharePoint сервер и Project Server, это вопрос установки сервис-паков, требований системных, обновления до 16-й версии и так далее, и так далее. Там одна база данных для всех экземпляров. И то, что интересно пользователям, ну вот кроме, собственно, вовлечения ресурсов, вот этого задействования ресурсов, это, пожалуй, ну такие мультивременные шкалы, несколько временных шкал, которые доступны в центре проектов, ну и немножко изменение интерфейса, приближенное к 365-му офису. Но в любом случае, конечно, самое, наверное, существенное преобразование – это вот этот вот механизм, этот инструмент согласования ресурсов. Относится он к одному из сценариев совместной работы в проектах, к одному из того, ради чего, собственно, однажды разворачивается Project Server. И если обобщить все сценарии, так, чтобы просто понимать, какое место эта функция занимает вообще, в принципе, в идеологии работы Project Server, то можно, наверное, все свести к следующим вопросам совместной работы над проектами. Где-то за кадром для пользователей этой системы, но, тем не менее, это и время немного занимает, и ресурсов требует, это вопрос, конечно, настроек. Это взаимодействие между техническими системными администраторами и сотрудниками проектного офиса, которые знают, как происходит вообще управление проектами в компании, и закладывают методологию, собственно, уже в сценарии на сервере. Еще один повод для взаимодействия – это формирование портфеля проектов. Это то, что в стандарте PMBOK описано как старт проекта, правильные какие-то процедуры и действия по инициации проектов, когда на сервере появляется проект изначально не как проект, а как инициатива, которую еще надо обсудить, пропустить через систему бизнес-факторов и потом уже включить или не включать его в портфель проектов на какой-то будущий плановый период. Собственно, центральный сценарий взаимодействия, ради которого все и происходит, это управление проектами, это взаимодействие между, ну, центральная роль – это менеджер проекта, конечно, руководитель проекта, взаимодействие между ним, между участниками проектных команд, которые выступают в качестве ресурсов на проекте, ну и владельцами ресурсов, которые выделяют ресурсы под проект. Собственно, наш сценарий сегодняшний, он относится как раз, вот эта наша функция относится как раз к вот этой части, к управлению проектами. Еще один сценарий, никуда он не делся и продолжает развивать, продолжает Microsoft развивать этот функционал – это работа на проекте. Это то, что представлено в виде сайтов рабочих областей с возможностью хранения там общих документов и так далее, реестров рисков, каких-то проблем, которые происходят на проекте, календаря событий и так далее. Управление расписанием – еще один сценарий, это взаимодействие между человеком, участником проектных команд, ресурсом и исполнителем, и начальником отдела. Ну, то есть вот тем, кто называется владелец ресурса, руководитель ресурса, такой ресурс-оунер. Таймшитинг – сценарий, который, ну, наверное, не приоритетный для project сервера, но тем не менее вопрос там списания трудозатрат, вопрос участия не только в проектах, но и операционной деятельности, он бывает важным. И это, конечно, аналитика по всему портфелю проектов, это модуль отчетности большой, и это настройка панелей мониторинга, это настройка индикаторов, по которым топ-менеджеры или заказчики, или, может быть, внешние пользователи смогут составить для себя впечатление и об отдельных проектах, о ходе выполнения, о здоровье отдельных проектов, ну, и о здоровье всего портфеля проектов. И в этих сценариях взаимодействия по-разному принимают участие администраторы, владельцы ресурсов. Запись этого вебинара, так же, как и материалы, будут вам доступны после окончания семинара. Запись будет выложена там на веб-канал, на видеоканал на YouTube «Центр-специалист» и опубликована на сайте «Специалист». Ну, а презентацию, собственно, по запросу могу выставить. И с вот этими сценариями ничего в 16-й версии не поменялось. То есть все то же самое. Надо создать веб-узел, project-web-application, настроить пользователей, в формировании портфеля проектов проанализировать стратегические факторы, приоритизировать их, создать инициативы и пропустить через приоритизированные факторы инициативы. И вот мы доходим, добираемся до управления проектами. Вопросы администрирования – это настройка глобального шаблона, это настройка шаблонов и талонных проектов. Ну, а, собственно, само по себе взаимодействие начинается с того, что руководители проектов из отобранных инициатив создают планы проектов, сначала по содержанию, потом начинают управлять сроками проекта, то есть определяют хронологическую последовательность задач. Ну и вот, собственно, вопрос планирования ресурсов – это то, что нас будет интересовать. Сегодня в режиме демонстрации – это то, собственно, в чем и появились изменения. После того, как ресурсы согласованы, вовлечены в проект, задается базовый план, исполнители начинают отчитываться по задачам, если надо, направлять текстовые отчеты. Работа на сайте проекта осталась прежней. Управление расписаниями немножко поменялось, но несущественно, да, и эти изменения, они касаются, на самом деле, не 16-й, а 13-й версии. Отличаются от того, как это было раньше. Бизнес-аналитика ничего не изменилось, все на месте. А вот планирование ресурсов проекта – это то, что относится к вот этому сценарию управления проектами. Планирование ресурсов проекта, как это было раньше, до 16-й версии. Два возможных варианта вовлечения ресурсов в проект были доступны руководителю проекта всегда, в любой версии. Это, во-первых, очевидное назначение ресурсов на задачи, с возможностью указать разные типы резервирования, выделенные, предложенные. Если мы хотим или не хотим учитывать эти назначения в загрузке ресурса, если мы хотим, чтобы он видел или не видел эти назначения до тех пор, пока владелец ресурсов не подтвердит, можно указать тип резервирования предложенный, потом поменять его на выделенный. И это вопросы балансировки загрузки ресурсов. Вот с этой частью вовлечения ресурсов на задачи тоже ничего не изменилось. Но и раньше, и сейчас был вот такой функционал, раньше он крайне редко использовался, именно в нем произошли вот эти существенные изменения, это планирование ресурсов. С назначением ресурсов на задачи все понятно. У нас есть план проекта, у нас есть задачи, мы создаем корпоративную группу и назначаем ресурсы на операции. Смотрим загрузку, если надо, устраняем дефициты. Что такое план ресурсов? Было всегда и остается сейчас, это привлечение ресурсов, такое резервирование ресурсов, некие обязательства без назначения их на задачи. И вот этот вот план ресурсов, раньше в предыдущих версиях, он работал, тоже был доступен тип резервирования, чтобы можно было учитывать или не учитывать эти обязательства в загрузке. И он был доступен только в Project Web Application. А сейчас, на веб-узле, в браузере, а сейчас этот план ресурсов как раз-таки и реализует вот этот вот функционал запроса, согласования, выделения ресурсов, и происходит это частично на веб-узле, а частично в самом клиенте, Project Professional. Как это выглядит? Вот если в общих чертах последовательно сначала владелец ресурсов настраивает для отдельных ресурсов, такой ресурс-оунер, настраивает для отдельных ресурсов кому-то надо, а кому-то не надо, как раз вот это вот согласование решается, это просто галкой в свойствах ресурса, при настройке центра ресурсов. Руководитель проекта делает запрос ресурса. Если необходимо это согласование, то появляется возможность совершить этот запрос. Дальше этот запрос направляется руководителю ресурсов, владельцу ресурсов, и он его анализирует, можно или нельзя выделять, достаточно или недостаточно оставшейся доступности этого ресурса, чтобы можно было его отпустить в проект, и принимает какое-то решение, или принять, или отклонить, акцепт или реджель. Ну и сам владелец ресурсов может даже без запроса со стороны руководителя проекта запланировать загрузку исполнителя в каком-то проекте. Как это выглядит? Теперь уже не на словах, не на слайде, а в режиме такой демонстрации. Есть у меня сервер, давайте покажу, что на нем настроено сейчас, ну и, соответственно, как мы работаем. Это 2016-й Project Server. Ну, как видите, он не очень сильно отличается от 13-й версии, но единственное, только как вот уже я говорила, интерфейс приближают к 365-му офису. Здесь в центре проекта опубликованы какие-то проекты, а в центре ресурсов есть некий набор и универсальных, и фактических ресурсов. Ну, речь идет в данном случае, конечно, о трудовых ресурсах. Мастер, профессионал, project manager, resource owner, специалист – это фактические ресурсы, то есть это люди, фамилии, 100% доступности. А HR-специалисты и IT-специалисты – это универсальные ресурсы, ролевые ресурсы, то есть это какие-то компетенции, для которых доступно указать больше 100% выделения, 100% доступности, и те, кто используется для планирования компетенций, в том числе и на уровне всего портфеля проекта. Так вот, вот этот первый шаг, который делает владелец ресурса, настройка утверждений – это как раз свойство ресурса. Галка, которая появилась в настройках. Сделать это можно, напомню, и в Project Professional, и на сайте. Здесь это уже сделано. И, соответственно, как это выглядит. Вот есть какой-то фактический человек с фамилией Professional, и в настройках атрибутов назначения. Вот она эта галочка. Ресурс требует утверждения для всех назначений проекта. Соответственно, если руководители проекта начнут назначать этот ресурс на задачу, у них прямо в Project Professional будет появляться индикация того, что, подожди, надо согласовать с владельцем ресурса это назначение. Это можно настраивать не для всех. То есть, допустим, для мастера эта галка не установлена, и, в принципе, его можно свободно назначать на работы в проектах. Наверное, одно из ограничений этой функции, которая появилась, заключается в том, что настроить какую-то ассоциацию между исполнителями ресурсами и тем, кто будет выполнять роль владельца ресурса, то есть того, кто, в общем-то, и галку настраивает, и потом принимает решение принять или отклонить этот запрос, никакой ассоциации жесткой настроить нельзя. Как вот, например, указать управляющего расписаниями для ресурса можно, а вот такого владельца ресурса, подтверждающего согласование его выделения в проект, нет, нельзя, ну, поэтому решается это сейчас на уровне просто прав доступа, на уровне разрешений, ну, и, соответственно, те, у кого есть возможность и просматривать свойства ресурсов, и просматривать страницу, там, запросы на ресурсы, вот они могут это сделать. Поэтому надо правильно думать, правильно настраивать это у себя в компании в соответствии со своей методологией, кто, в принципе, может это делать. Хорошо, допустим, первый шаг сделан. Да, вот настройка утверждений, как свойства ресурса установлена. Дальше следующий шаг – это запрос ресурса руководителям проекта. Ну, соответственно, можно зайти на сервис под другой ролью. Это уже PM. Заходит и начинает планировать проекты. Он видит такой же, собственно, узел. Начинает создавать проекты. Все так достаточно стандартно. Ну, например, дата начала проекта, пускай будет 1 февраль. Допустим, я сохраню этот проект под названием, например, ну, пусть это будет внедрение ERP-системы. Опубликую этот проект. И пока я, например, как руководитель проекта, не знаю, ну, собственно, какие у меня, меня на этом проекте ожидают задачи. И, в общем-то, что я буду делать. Поэтому я хочу создать вот то самое обязательство без назначения ресурса на задачи с запросом и подтверждением этого выделения у руководителя проекта. Мне в Project Professional доступно представление, которое называется план ресурсов. Кстати говоря, если на сайте выбрать этот функционал, он же, повторюсь, очень давно существует, да, вот этот план ресурсов, то система нас сразу перенаправит в Project Professional. Раньше это в браузере происходило. Сейчас мы неизбежно попадем вот в это представление, которое называется план ресурсов. Оно выглядит и как агрегированная часть, и как повременная часть. Ну и традиционно в повременную часть можно выводить все, что нам, в общем, интересно. Но в данном случае отображаются предложенные и подтвержденные единицы выделения ресурса под проект. Соответственно, для того, чтобы создать вот такой запрос, мне надо вообще-то традиционнейшим образом создать какую-то корпоративную группу на этом проекте, то есть добавить ресурсы. Ну, например, там какие-то сотрудники у меня попадают в корпоративную группу. А обязательства я хочу создать, ну, допустим, давайте я возьму еще, например, какой-нибудь универсальный ресурс. Обязательства создам для универсального ресурса. Для того, чтобы это сделать, я на вкладке ресурс выбираю команду «Добавить задействование». Ну, и, собственно, система подставляет сразу этот ресурс. Добавить задействование я могу только для тех, кто присутствует в команде проекта. Я задаю какое-то описание, что я хочу, чтобы этот IT-специалист делал в моем проекте. Например, там провел какой-то аудит или какой-то дизайн разработал. И задаю даты начала и окончания этого задействования. Ну, например, с 6 по 10 февраля мне этот ресурс нужен на проекте. Я знаю, как руководитель проекта, что это универсальный ролевой ресурс. И запрашивая этот ресурс у владельца ресурсов, я могу указать в комментариях, в примечаниях какие-то свои предпочтения. Хочу, чтобы, например, вот конкретно человек с фамилией «Специалист» у меня выполнял вот эту задачу. Дальше я определяю либо единицы, либо трудозатраты. IT-специалист на этом сервере выделен на 200%. Ну, соответственно, вот в пределах 200% я могу сейчас этим оперировать без превышения доступности ресурса. Ну, я знаю, что специалистов точно не двое, он точно один. Поэтому я там запрашиваю на 100%. Можно меньше поставить. И, собственно, появляется вот такое задействование, которое отображается и в повременной, и в агрегированной части. Можно, как всегда, само собой поменять масштаб шкалы времени, ну, например, по неделям, неделя с 6 февраля, посмотреть, что пока это предложенные максимальные единицы, и пока находится это задействование в состоянии черновик. Ну, соответственно, для того, чтобы запросить согласование с владельцем ресурса вот этого обязательства, мне нужно как минимум опубликовать этот проект, чтобы можно было отправить это на утверждение, и мне нужно поработать с вот этой вот вкладкой задействования. Я сначала опубликую проект. Не буду создавать сайт. В какой-то момент он появится, собственно, в центре проектов. Он так не очень охотно публикует. В индикаторах я пока вижу просто свои какие-то комментарии, свои заметки, что там у меня поменялось. Нет, 103%. Это через чур 100%. Что-то он на Буджет professional застрял. сейчас посмотрим публикация пока еще происходит публикуется проект на сервер для того чтобы в принципе можно было отправить отправить вот это вот задействование отправить его на аудит пока проект публикуется давайте дальше посмотрим мало того что может произойти вот такой вот запрос ресурса со стороны руководителя проекта ну так собственно и сам по себе владелец ресурсом может и увидеть посмотреть заранее эту информацию на по ресурс и самостоятельно создать задействование задействование в проекте сейчас я подключаюсь к серверу под другой ролью да это уже владелец ресурса а я хочу посмотреть какие задействования на сейчас в принципе существуют на моем сервер но соответственно в 2016 версии project появилась в центре ресурсов появилась кнопка на страницу с запросами ресурсов и появились такие интересные хорошие динамические отчеты если перейти на страничку запросы ресурсов то можно посмотреть какие запросы в принципе происходили повторюсь одно из ограничений системы же не невозможно ассоциировать на вот этого владельца ресурсов с соответствующими ресурсами но считаем что это какой-то человек назначенный по методологии и тот кому определены эти права доступа и вот он видит что происходит что происходит с проектами что происходит с его ресурсами какие какие запросы он уже подтвердил где он отклонил отказался собственно выделять ресурс под проект со всеми всеми вот этими подробностями когда однажды долетит до него вот этот вот запрос в проекте внедрения ERP системы на задействование специалиста он сможет наверняка захочет и сможет посмотреть как собственно сейчас выглядит загрузка вот этих ресурсов и насколько они насколько они доступны для выделения в 2016 версии появились вот эти они были всегда но просто сейчас они стали красивыми появились вот эти динамические отчеты где я могу не просто посмотреть доступности кто насколько работает по дням по часам по неделям месяц если мне интересно но и могу собственно поднося там курсор вот этим столбиком гистограммы могу увидеть всю детализацию ну и традиционно посмотреть кто кто где занят на каких проектах ну и кроме того собственно для анализа вот этого самого задействования появилось еще одно представление здесь же как дополнительный отчет какая тепловая карта загрузки и задействования и вот те ресурсы которые отмечены в центре ресурса вот они здесь отображаются кто где занят насколько занят и тепловая карта потому что собственно все цветами отображаются с какого-нибудь например 10 января по какой-нибудь допустим 3 марта можно посмотреть кто где и насколько используется где есть перегрузка ресурсов где есть недостаточная загруженность и так далее и так далее но я сейчас вернусь посмотрю что там происходит с публикации проекта из запроса вот этого специалиста пока пока это все где-то в черном ящике происходит давайте посмотрим владелец ресурса может создать создать самостоятельно ну какое-то использование ресурса создать самостоятельно обязательство в случае если какой-то проект уже опубликован на сайте допустим он хочет использовать там один из ресурсов здесь вот в твоем проекте который new project который новый проект ну например меня интересует проект новый проект а ресурс мастер и я как владелец ресурса о чем создать задействование мне для этого не нужен project professional мне не надо планировать проектами не надо никого назначать на задачу я просто добавляю задействование ресурса мастер в проекте new project тоже что-то сообщаю какую задачу собираюсь поручить мастеру и сообщаем в какое время планируется выполнение этой задачи пускай это будет например весь февраль с какой-то загрузкой 50 процентов загрузки комментарии так далее так далее и собственно появляется вот это вот использование ресурса мастер поскольку я как владелец ресурса сейчас создаю то он у меня сразу в состоянии выделенный ресурс на указанные мной даты и утилизируется это загрузка дальше во всех отображается во всех собственно отчетах которые мне интересно не вижу в какую-то неделю на 50 процентов загрузки в какую-то неделю у меня мастер там 20 часов работает что еще хорошо вот в этой тепловой карте это то что вот эти вот часы работы они являются гиперссылками то есть можно кликнуть по в общем то не просто по любому задействованию можно кликнуть любому количеству часов или процентов за какой-то период и посмотреть просмотр сведения задействований посмотреть сколько осталось доступности этого ресурса и соответственно можно или нельзя его еще где-то использовать можно перейти собственно к самому самому проекту что доступно еще руководителю ресурса владельцу ресурса так это редактирование этих запросов то есть если мы говорим о том что раньше в принципе вот идеологически вот эта балансировка загрузки ресурсов выравнивание загрузки да она выполнялась владельцами ресурсов но она выполнялась только в project professional только в основном выпуске то сейчас вот этот вот эту балансировку вполне доступно сделать прямо здесь на сайте то есть если я вижу что у меня есть использование какого-то ресурса с превышением доступности я вполне могу отредактировать отредактировать это задействование как владелец ресурса и это проект enterprise project management и пи и без клиента без профессионального выпуска выровнять загрузку как это происходит вот у меня идентифицирована перегрузка ресурсом эйчар хорошие группировки появились в этих всех отчетах связанных с выделением с в принципе с утилизацией ресурсом я нахожу задействование эйчар вот конкретно в этом проекте и и как владелец ресурса нажимаю кнопку изменения задействования редактирование задействования соответственно ну я понимаю что у меня вот и чар менеджер как ролевой ресурс универсальный ресурс да он и выделен и доступен на 200 процентов и загружен в данном случае на 200 процентов но единственно только мне надо даты поменять потому что вот в обозначенное время не сможет и чар работать но и соответственно я там на какой-то на какую-то другую неделю переношу 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 эти задачи с 6 февраля ну например по какой-нибудь там 17 окей и вот здесь вот поскольку я могу это делать но собственно от имени не только роли владельца ресурса но и от других ролей здесь мне надо уже в отличие от создания задействования изначального здесь уже не надо ну либо принять либо отклонить тут понятно такая немножко полушизофреническая работа на когда я сам себя запросил сам себя принимаю но тем не менее приня можно себе написать что-нибудь но вот если оказывается у меня в статусе выделенное использование этого ресурса вот в эти сроки на этом проекте то дальше по той самой тепловой карте я могу посмотреть что это перегрузка для HR менеджера которая светилась в самом начале что она вот в данном случае она пропадает вот вот это то что это то что собственно и взаимодействие это никакого не предполагает это то что доступно самому владельцу ресурсов тем временем все таки любопытно что же происходит с руководителем проекта с публикацией его вот этого проекта ну нет такие на ноль процентов завершил но не будем соревноваться с системой и пытаться ее победить давайте просто от имени какой-нибудь другого пользователя подключусь и сделаю то же самое сделаю какой-нибудь запрос на ресурс пускай это будет системный учет на запись а у меня кстати вот такой вот а ну да ладно это я потом попозже посмотрю проверим сервер как видите он работает быстро это что-то там локальный какой-то вопрос что-то где-то я не туда поставил ну бог с ним короче говоря да вот учетная запись создает этот проект давайте я его таки сохраню пусть это будет просто какой-то новый проект ну пускай например так же как и в предыдущем примере дата начала например понедельник 6 февраля ну и собственно собственно сохранение и публикация проекта давайте я сразу нажму публикацию убедиться в том что нормально она проходит а какая-то та же картина да с публикацией нет это наверное таки собственно задания в очереди застревают это надо смотреть уже надо смотреть что тут происходит публикация проекта ожидали 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 эх ну в общем короче говоря коллеги тогда придется как-то на словом не поверишь но после публикации проекта когда на словах расскажу после публикации проекта вернусь вернусь уже появляется возможность отправить вот это вот задействование на рассмотрение владельцу ресурса ну и он уже дальше как мы и видели он уже дальше принимает решение что же с этим выделением делать собственно по такому же принципу он переходит на страницу запросы ресурсов и у него появляется вот это вот задействование в состоянии предложены и он дальше решает что с этим состоянием сделать принять отклонить на какой ресурс возможно заменить тот кого запросил руководитель проекта вот вот такая идеология заложена в этот функционал все все на мой взгляд очень хорошо приятно и правильно и если говорить про то где можно получить дополнительную информацию у нас в нашем учебном центре то у нас по project серверу предусмотрены два основных курса ну это так чтобы кому-то напомнить для кого-то сориентироваться один курс пользовательский называется он корпоративная система управления проектами а второй курс рассчитан на администраторов сервера и это вопрос уже такого технического сопровождения собственно называется администрирование microsoft project сервера ну и если по этим сценариям пройтись то настройка сервера и настройка среды и создание веб узла project веб аппликейшн и пользователи с правами разрешениями и так далее это конечно курс для администраторов если речь идет о формировании портфеля проектов то это исключительно исключительно пользовательский курс администратором сервера там в принципе делать нечего то есть мы это рассматриваем на вот этой вот корпоративной системе управления проектами если говорить об управлении проектами то шаблоны глобальные шаблоны шаблоны проектов это курс по администрированному настройку глобального шаблона а вот эта вот вся часть собственно само по себе взаимодействие владельцы ресурсов руководители проекта и так далее так далее это все это все для юзеров для пользователей работа на проекте ну администратору интересно разве что настройка шаблонов сайтов рабочих областей уже а сама по себе документация по проекту и регистрация каких-то рисковーム каких-то проблем это пользовательская часть в управлении расписаний оправление расписаньем в принципе такой пользовательский функционал Тоже администраторы, ну разве что они могут там отчетные периоды какие-то понастраивать и так далее. В основном для администраторов идет акцент на развертывании этой среды и собственно поддержанию ее в работоспособном состоянии, чтобы таких вопросов, когда публикация на 0% где-то в очереди застряла, чтобы вот этих вопросов не было. Анализ портфеля проектов, бизнес-аналитика, настройка бизнес-аналитики со всякими трастовыми зонами это для администраторов. А собственно сами по себе отчеты, их просмотр и так далее, это уже пользовательская часть. И обнаружить эти курсы можно как обычные программы, их подробное описание и собственно расписание занятий можно на сайте специалист и по корпоративной системе управления проектами и по администрированию. Вот такая вот история с этим функционалом. Если у вас будут появляться вопросы, то я остаюсь на связи. Вы знаете, на сайте специалисты это указано и здесь собственно в приложении GoToMeeting. Есть мой адрес электронной почты е.павлова.собачка.специалист.ру. Пишите, постараюсь ответить на вопросы, если они будут после окончания этого семинара. Ну, повторюсь, запись будет вам доступна на видеоканале на YouTube специалист. И все просто. И в администрировании, и тем более в использовании этой системы приходите и убедитесь в этом. Спасибо большое, всем удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok